Отправляемся в замечательный город Самару, где крылья советов в очень экстремальных условиях принимали футбольный клуб Томь из Томска. Условия гораздо более близкие команде гостей, чем команде хозяев. Тем не менее, именно хозяева великолепно начали эту игру, очевидно предполагая, что в такой ситуации им все-таки самарский снег просто роднее. С раннего гола началась эта игра. На 10-й минуте Сергей Корниленко после паса Дмитрия Яченко отправил мяч в ворота. В этой встрече вообще предшествовала целая серия всевозможных историй. В частности, вспоминали игру двухлетней давности здесь же в Самаре, которая не состоялась. Крылья советов должны были принимать терек, но обрушился снег, в общем, несопоставимый даже по размерам с этим. Но поле просто не выдержало. И в итоге матч перенесли в город Казань. Игра состоялась уже через неделю на стадионе в столице Татарстана. Что касается этого матча, то такая вероятность переноса тоже существовала. Однако ее отмели сами футболисты Томи, которые хотели изначально бойкотировать вообще этот матч. Но в итоге прилетели. А раз уж прилетели, надо играть. К тому же перенос обойдется команде, у которой и без того хватает финансовых проблем, в копеечку. В общем, целая серия всяческих нюансов, которые не позволили эту игру перенести. Крылья советов после того, как забили, упустили несколько отличных моментов Томи у своих ворот. А потом сама Томь привезла серьезные проблемы на собственные ворота. Герой этого матча Иоанн Моло выполнил передачу на Кристиана Паскуату. И воспитанник Ювентуса, и футболист, который Ювентусу принадлежит, в столкновении с Коченковым упал. Красная карточка в ротарю. И в итоге вместо Антона на поле появился Алексей Солосин. Было это на 31-й минуте. Ну, а крылья советов во втором тайме продолжили действовать в привычной для себя, вот в этом, по крайней мере, матче манере. Длинная передача через несколько линий. Футболист, который на скорости идет открываться. Вот здесь Солосин вместе с товарищами спас свою команду. Однако счет 1-0 продержался после этого эпизода недолго. Еще одна подача, и снова мяч летит рядом со штангой. В этом матче Антон Коченков получил красную карточку. Еще две желтые были у Евгения Балякина, Евгения же Башкирова. Ну, а потом Юан Моло красивым обводящим ударом удвоил преимущество хозяев. И, учитывая текущее положение дел и игру в меньшинстве томи, стало понятно, что на этом все. Характер матча был в пользу Крыльев Советов, которые 58% времени владели мячом. Кроме того, они подали больше угловых, 8 против 3, и реже фалили. К тому же у Крыльев Советов было еще одно попадание в штангу. Вот еще один момент, когда Солосин переводит мяч в сторону. Крылья Советов действовали активно, и это выражалось в том числе и в других компонентах. Например, футболисты Томи ни разу не попали в положение вне игры в этом матче, в то время как игроки Крыльев сделали это трижды. Ну, а на 78-й минуте Юан Моло подвел итог этого матча. 3-0. На этот раз голевая передача состоялась слишком рано, чтобы можно было о ней по-настоящему говорить. Тем более, выполнили ее, по сути, футболисты Томи, которые столкнулись друг с другом. Вернее, передовая мяч, помешали друг другу. А Моло, который в этом сезоне уже убегал к чужим воротам, убежал и на этот раз, причем результативно. Два мяча Юана Моло, хотя у него была возможность сделать и хет-трик, но свою последнюю возможность он все-таки упустил. Таким образом, Юан Моло становится лучшим бомбардиром команды Вадима Скрипченко. Вышедший на замену Алан Чочиев вот здесь едва не ошибся, подарив мяч игрокам Томи, но гол престижа на 86-й минуте им забить не удалось. Даже несмотря на то, что вратарь Крыльев Георгий Лори оставил ворота за спиной пустыми. Но в них еще нужно было попасть. Одна из последних атак этого матча. Красивая комбинация Корнеленко и Моло завершалась ударом-поворотом. Кроме того, здесь поучаствовал Кристиан Паскуата. Ну а вот удар Юана Моло, который в итоге оказался последним опасным моментом в этом матче. 3-0. Вадим Викторович, как нельзя лучше все сложилось для вашей команды. Что сегодня стало ключевым фактором, который позволило обеспечить победу? Огромное желание победить, я считаю, ключевой фактор. Ребята были настроены с такой должной настроением, самоотдача присутствовала. Поэтому мы вышли сегодня сражаться за 3 очка, потому что нам уже понятно было, что в домашних играх очки терять нельзя было. Поэтому сегодня ребята молодцы, выдержали хороший темп игры. И много создали голевых моментов, забили 3 мяча. Поэтому я считаю, что мы сегодня доминировали. И плюс те погодные условия, которые, конечно, были трудны для обеих команд. Сегодня парни молодцы, преодолели эти трудности и с достоинством вышли с этой ситуации. Несмотря на то, что во втором тайме было больше забитых голов, показалось, что его исход был решен все-таки в дебюте. Что случилось с командой в начале? Почему такое в первые 15 минут неудачное действие и удаление, и гол? Для меня самого вопрос. Пропускать мячи на 10-й минуте и после таких ошибок грубых, понятно, что давать преимущество сопернику на своем поле, это достаточно просто. Но когда мы еще проигрывали, у нас еще какие-то шансы были отыграться, выровнять игру. Ну, наверное, после удаления нам было вдвойне тяжело, и мы не нашли все силы, даже хотя бы какие-то моменты, подходы найти, чтобы что-то сравнять. Ну и во втором тайме, я считаю, что, опять же, такой же момент у нас судья удаляет игрока, и такой же момент в сторону хозяев. Он дает желтую карточку. Не знаю, с чем это связано, но у них свои оправдания, у них всегда двойные стандарты, поэтому комментировать больше нечего. Ростов принимал Анжи в матче после победы над Баварией. И поэтому стоя приветствовали команду Курбана Бердыева. И, естественно, в такой ситуации на стадионе было больше зрителей, чем на обычном матче Ростова против одного из середняков чемпионата России. 9194 зрителя, 58% посещаемости получается от вместимости. 15840 в общей сложности. Кстати, аншлага полноценного не состоялась и на Баварии. Там тоже были свободные места. И отпугнул, в первую очередь, ростовский холод, который установился в столице Южного федерального округа нашей страны. У Ростова вышел состав очень близкий к оптимальному. Это же касалось и средины поля, где расположился Ерохин, Гацканг и Нобо. И под вопросом было участие Сослана Джанаева в этом матче. Потому что у него были трудности и перед игрой с Баварией. Он там не тренировался и, к тому же, есть определенные трудности хронические со здоровьем. У него повреждение плеча, которое время от времени дает о себе знать. И вообще состав практически не отличался от того, который вышел против Баварии. Ни на одну фамилию. В самом начале Ростов подошел к чужой штрафной площади и принялся атаковать ворота Александра Беленова, который в скором времени может перейти в «Зенит». С этим клубом ведутся переговоры с Александром, одним из лучших вратарей нынешнего сезона. Одни только отбитые пенальти, чего стоят. Ростов в середине первого тайма окончательно освоился и приспособился к сопернику, распознав, что Бавария все-таки уже миновала. И принялся методично раскачивать оборону, которую в итоге раскачать удалось. Очень здорово разыграли эту атаку ростовчане. И Сердар Азмун открыл счет на 41-й минуте после передачи Дмитрия Полоза. Сочетание Полоз-Азмун сработало и в матче против Баварии. И Полоз выполнил голевую передачу, но Азмун забил, и сейчас произошло ровно то же самое. 1-0. Как и в матче против Баварии, пришлось даже сделать паузу перед тем, как ударить. Вот здесь нужно было обыграть 57-го номера Мусалова, который оказался рядом с Азмуном. И Сердар катнул мяч в правый от вратаря угол ворот. Дмитрий Киличенко, который руководит командой от Бровки, естественно, в полном восторге. Еще одна атака. 43-я минута, столкновение в середине поля. И снова Сердар Азмун получает мяч. Правда, там было положение вне игры как раз у игрока сборной Ирана. Поэтому последующие события уже значения не имеют. Даже мяч отправился в ворота. Вот в момент передачи небольшое положение вне игры. Арбитр заметил. Но было ли оно, это уже вопрос футбольных тонкостей. Там могут быть разные варианты. Футболисты Анжи впервые по-настоящему серьезно угрожали воротам своего соперника только в начале второго тайма. Ну и потом, впоследствии, у них еще было несколько интересных решений впереди. Пока же Яковлев выполнил удар в ближний угол. Но там Джанаев и располагался. Поэтому у него не было сложности с тем, чтобы мяч отразить. Далее атака Ростова. Классическая для них. Ну и одна из нескольких классических кодратак Ростова. Когда они выходят из обороны в атаку. И прекрасно сыгравший в этой ситуации партнер Сердара Азмуна Александр Герохин, остроумно пропустив мяч, позволил Рансу нанести удар, который в итоге нейтрализовал Александр Билинов. Проведший, кстати, не очень плохой матч, несмотря на два пропущенных мяча. 79-я минута. Александр Гацкан скидывает мяч в центр вратарской. И Миха Мевля, извините, скидывает мяч в центр вратарской. Где Александр Гацкан уже остался один перед пустыми воротами. Хорошая подача Тимофея Калачева. На ближнюю штангу сразу два футболиста Анжи. Как будто бы вытолкали Миху Мевля из вратарской. Но вытолкали под голевую передачу. Которую 23-й номер и центральный защитник Ростова сделал на Александра Гацкана. 2-0. Ростов побеждает Анжи. Но, кроме этого, матч ознаменовался вот таким грубым приемом Александра Гацкана. Уже через минуту после забитого мяча. И арбитр немедленно достал красную карточку. Арбитр этого матча Игорь Федотов из Москвы. Сомнений в том, чтобы показать именно карточку красную. У него не было никаких. Потому что удар был по Гасанову очень сильный. И Гацкан пусть даже не видел своего соперника. Он только в самый последний момент повернулся. Увидел лицо уже после того, как занес ногу для удара. После этого футболисты Анжи предприняли несколько попыток забить мяч престижа. Но Асаслан Жанаев играл великолепно. А когда не играл не он, играла штанга. Как в ситуации с Мусаловым, который буквально с метра отправил мяч в стойку ростовских ворот. 2-0. Этот счет сохранился на табло до самого конца. И Ростов мог увеличить преимущество, даже играя в десятерон. Но очередной эпизод закончился сначала одной неудачей. А потом и другой в исполнении Александра Ерохина. Ростов ударил поворотом 14 раз. И 8 раз попал в створ. У Анжи было 10 ударов при трех попаданиях в створ. По фолам Анжи значительно превзошел своего соперника. 19 против 6. Иван Альбертович, поздравляем с победой. Сложный получился напряженный поединок. Но все-таки сил хватило. Сил с самого начала было немного. Ребята проявили очень сильный характер. Боролись до конца. И сумели победить в этом сложном, очень сложном матче. Азмуна заменили достаточно рано. Это запланированная была замена? Нет, нет. Наверное, увидели просто, что уже сил не было. И если чрезмерно оставлять на поле, то можно получить травму. И была возможность заменить. И заменили. Сложный получился поединок. Опасались, что старт будет такой же, как в игре в Черкизово. Но достаточно хорошо играли. Все-таки в концовке первого тайма. Что, концентрация ушла? Или что? Я согласен с тем, что вы сказали. Очень интересная игра для болельщиков получилась. Боужел, мы в финальной фазе с Месси нескава вытверлили. Толик шансов и церемонации. Но програли мы 2-0. К сожалению, мы не использовали столько моментов, которые имели. И поэтому проиграли. Ну и самый драматичный матч этого тура. Краснодар на своем шикарном стадионе. Незаполненном, к сожалению, под завязку. Но тем не менее, с приличной аудиторией принимал «Зенит». Матч, который очень ждали и называли его главным матчем этого тура. Таким он и получился. Но поначалу все-таки вряд ли мог считаться образцовой игрой. Потому что очень насыщенная единоборственная встреча сложилась только в нечто цельное во втором тайме. В первом «Краснодар» и «Зенит» атаковали примерно поровну. И создали несколько опасных моментов. Немного. «Синицын» в итоге перед самым стартовым свистком занял место в воротах. Место внезапно захворавшего Критюка, который оказался в заявке, но на поле не вышел. А «Синицын» провел очень неплохой матч. «Зенит» после того, как выждал некую паузу, выбрался на 35-й минуте в очень хорошую атакующую вылазку. И Артему Дзюбе не хватило совсем немножко, чтобы забить свой очередной мяч в нынешнем сезоне «Росгострах» чемпионата России. Кроме того, Андрес Гранквист уже не в первый раз к этой 34-й минуте допустил ошибку. И не попав по мячу, впрочем, смутил и нападающего «Зенита». В этом матче с первых минут появились и Кокорин, и Дзюбе. Снова здорово и активно действовал Роберт Мак. Кроме того, Жулиано также присутствовал на поле. Вот Роберт Мак выполнил пас на Жулиано и спасает команду в этой ситуации все тот же «Синицын». Первый тайм завершался на эмоциональной для Краснодара ноте. И у Федора Смолова получился неплохой проход, но было слишком мало помощников для этой атаки. Поэтому Федор решил завершить момент самостоятельно и в итоге толком не попал по мячу. Вот так закончилась первая половина матча на этом стадионе. Вторая началась атакой Краснодара. Коборо выполнил великолепный пас на Лабордо, который поскользнулся и упал. И поэтому не смог даже ударить поворотом Юрия Ладыгина. Еще одна возможность снова у Федора Смолова. Падение и Доменико Кришета еще и просил желтые карточки для нападающего сборной России. А передачу ему очень хорошую выполнил Юрий Газинский. Мяч попал в руку нападающему Краснодару. В этом матче было целых 7 желтых карточек. И Аксель Вицель, Хави Гарси и Артем Дзюба получили их у Зенита. А у Краснодара Лабордо, Янджейчик, Измайлов и Торбинский. Удалений не было, хотя Хави Гарси вполне мог получить красную карточку за то, как обошелся с Газинским. Ладыгин в очередной раз здорово сыграл в ситуации с Федором Смоловым, которому дали развернуться на линии штрафной площади и даже пробить. Еще одна попытка Краснодара снова Кабора, делая первую передачу. И дальше Марат Измайлов, очень хороший пас. И Газинский дальше заигрался, однако мяч все равно попал к Смолову. И тот пробил поворотом. Юрий Ладыгин сыграл очень хорошо. А у другой Юрия, Юрий Жирков, много подавал стандартов в этом матче и был полезен. Однако более активными все-таки были другие игроки фланга, в частности Роберт Мак. Получил он мяч и сделал передачу вдоль ворот. Но ни Кокорин, ни Дзюба на этот пас не откликнулись. В этом матче было всего-навсего, по сравнению с другими играми, всего-навсего 13 ударов поворотом. 9 нанесли, кстати, хозяева. Только 4 игроки Зенита и трижды попали при этом створ. Фолов было очень много, больше 30-35 нарушений правил. 21 фол на счету Краснодара, 14 у Зенита. Однако эти фолы не разбили игру на составляющие, на эпизоды. А просто сформировали игру как таковую. Еще один момент у Краснодара. Юрий Ладыгин, как показалось, даже не тронул мяч. А он просто ударившийся газон угодил в штангу его ворот. Так, по крайней мере, показалось арбитром. А на самом деле Ладыгин тронул этот мяч, но главой в итоге не был назначен. А Краснодар лишился Юрия Газинского в столкновении с Хави Гарсией. И в итоге момент, который оказался голевым буквально через пару минут после того, как Газинского ударил локтем полезащитник Зенита. Артем Дзюба сыграл на добивании после того, как Синицын отбил мяч перед собой. На повторе видно, что Вицель пробил поворотом из-под своего соперника. И поэтому у Синицына не было возможности правильно сложиться, чтобы зафиксировать мяч до конца. И никто из подоспевших игроков Краснодара не успел. 87-я минута. 1-0. Зенит выходит вперед в самой концовке. Ну и там, кроме всего прочего, был ликошет перед тем, как мяч оказался у Синицына. Но что же дальше? 89-я минута. Краснодар наседает подача Торбинского. А Криашвили борется за мяч с Кришета. И удар поворотом Быстрова, вышедшего на замену вместо Газинского, оказывается неточным. Быстров играл против своей бывшей команды. Еще одна атака. Зенит доигрывал, казалось бы, этот матч, но забыл, что играет в гостях. А Краснодар пошел вперед и уже, не особо надеясь на что-то, бросил в атаку все силы, в том числе центрального защитника Гранквиста. Это он выполнил пас, который смутил в данной ситуации Доменика Кришета. И тот буквально подарил мяч Марату Измайлову. Вот в такой курьезной ситуации и сам отработать свою ошибку итальянский защитник не сумел. Мяч, который в большей степени выгоден Спартаку, чем Краснодару. 93-я минута. Но это оказалось еще не все. Гранквист выступил как настоящий капитан. 1-1. Но у Краснодара есть еще время. И вот она решающая атака. Измайлов несколько раз посмотрел штрафную. Сделал подачу. Ладыгин вышел вроде бы правильно, но выбил точно на Акриашвили, который ударом через себя забил самый красивый гол этого сезона. 2-1. Краснодар выигрывает в невероятной концовке уже во второй раз в нынешнем сезоне. Предыдущая была с Ростовом. И это одно из главных украшений не только тура, но и сезона. Удар Акриашвили, нападающего Краснодарского клуба Краснодара. Сумасшедший гол. Любопытно, что такой же мяч забил в прошлом сезоне, только на исходе. Федор Смолов. И этот гол был признан лучшим в том сезоне. Игорь Михайлович, ну фантастическая развязка. Я думаю, что играя в Италии, вы частенько такое видали. А вот тренируя, наверное, это такое впервые у вас случилось. Тем более, что в Краснодаре. Мы Ростов также обыграли, проигрывая 0-1. Абсолютно такая же игра была. Я просто думал, что такой больше не будет. Но она случилась достаточно быстро. Не знаю, о чем это говорит. Но игра была равная. «Зенит» обладает игроками высокого уровня. И мы готовились к тому, что надо индивидуально очень внимательно играть против... Ну, один в один. То есть один в один группа атаки очень быстрая, обладает дриблингом. И мы, в принципе, с этим справились. Старались играть в свою игру. В середине поля играть быстро. Старались быстро уходить также в контратаки. В принципе, многое сегодня получалось. Ну, учитывая то, что мы играли против «Зенита». Ну, а то, что такая победа сложилась, ну, не знаю. Наверное, чудо, можно сказать. Да, с другой стороны, забив, поведя 1-0, они эту победу упустили. Поэтому пусть они, наверное, смотрят на себя, смотрят, расстраиваются. А мы сейчас, сегодня-завтра, будем наслаждаться этой победой. Мирча, достаточно большая пауза была. Прежде чем вы пришли сюда на это интервью, можете так вот описать, дать нам понять, что эмоционально происходило сейчас в раздевалке? Как вы себе представляете, чтобы я сразу после такой игры пришел к вам сюда на интервью? Это не реально. Сигурно. Это невероятно, что произошло в последние минуты. Мой игрок, с такой опыт, с такой ошибкой, у меня это сюрприз, и, конечно, в футбол, да, это футбол, потому что это чудесно. Для меня сюрприз. Непонятно, как игроки такого большого опыта могли допустить такие ошибки. Но футбол тем интересным, что здесь бывают чудеса. Сегодня чудо было. На первом голе Кришета у него мингея пище. Вместо того, что он двигает мингея, он хотел контролировать в футболе, на 3 метре, не видит измайлеву, в спатье его. В рыбе, при первом голе Кришета, куда-нибудь мяч, не было никакой проблемы. Видел, что измайлеву находится на ноге, и так легко сбить. Дин пакат, требуется вот это, и вот, Лодиган. Это мингея, так что ущерно принято, в агломерация, это мингея, мог бы только футболить на него. Он распинялся, без того, чтобы понять, где он распинялся. В таких ситуациях, не распинялся. Ни этого не распинялся. Второй гол, наверняка, Лодиганбокс, спокойно. Да, Лодиганбокс, мы просто-напросто поймать его, не выбивать в зону, где находился один миша игрока Кришевили, который забил невероятный гол. Мы победили в результате, который был в фаворе у нас. Мы получили 5-6 ситуации в голове, и у них были очень опасные. Но, в общем, я думаю, что мы преимуществовали больше в фазе финализации. Мы получили много ситуаций, но, по-моему, у нас не было. Приспитание, неотенция, пресиу, и у нас не было. Мы сами, к сожалению, поиздевались над тем результатом положительным, которым был до 90-х годов. Я думаю, что у нас было намного больше моментов сегодня, которых мы, к сожалению, не реализовали, и тем самым дали возможность сопернику в конце забить два невероятного гола. Субтитры создавал DimaTorzok